Самим людям порой сложно понять, кому принадлежат детские площадки. Отсюда и недопонимание, и постоянное обращение о необходимости их ремонта к депутатам городского собрания Сочи, которые в разные годы и помогли эти площадки установить. Хотелось бы уже обратиться к жителям всего города Сочи, да, выпросить к депутатам. Да, депутаты, скажем, за счет средств бюджетных поставили детскую площадку рядом с вашим домом. Да, ваши дети, да, ваши внуки сегодня имеют право, имеют возможность гулять, развлекаться. Но, опять же, не собственность, а обязанность по поддержанию данной площадки, чтобы жители понимали, что они тоже должны дести какое-то участие и финансово, и проводить субботники. Если придомовая территория в собственности, соответственно, и поддерживать там порядок должны сами собственники или их управляющие компании, как, например, на улице Ульянова, 107. И придомовая территория, и, соответственно, детская площадка всегда в чистоте и порядке. А вот спортивная, которая находится в метрах 20 от дома и имеет хорошее покрытие, кому принадлежит, не знают. Есть только догадки, что ее кто-то приватизировал. Никто за ней не смотрит. А детей на этой площадке бывает до 30 человек со всех домов. И 101 дом 90, 109, вот по сверху у вас 116, 114 и прочие. Все дома на этой площадке. Но ее никто не убирает, никто не ремонтирует. Чтобы четко знать, на чьей земле находится площадка и кто за нее несет ответственность, депутаты городского собрания Сочи инициировали проведение всеобщей инвентаризации. Такое решение они приняли сегодня на заседании территориальной депутатской группы Адлерского района и дали поручение районной администрации. Чтобы подготовили нам, можно сказать, дорожную карту, вообще состояние всех детских площадок и в каком направлении двигаться, то ли как они будут содержаться. Это очень важно. Но самое главное, что площадки уже стоят и уже на этих местах ничего больше не появится. Это уже хорошо. Но состояние площадок должно соответствовать уровню нашего города. Конечно, в одночасье дорожная карта не появится, необходимо время, но процесс уже запущен. А на следующей неделе депутаты городского собрания Сочи получат ответ на запрос относительно спортивной площадки у дома 107 по улице Ульянова. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.